Вы каждый раз скажите, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. Алексей Токарев результаты своих анализов знает заранее. Кровь им сдают регулярно. Уже второй год молодой человек донор, так что в своем здоровье уверен. Тем не менее, акцию поддержал в числе первых. Он убежден в Кузбассе, регионе лидерей по числу ВИЧ-инфицированных, на чеку нужно быть постоянным. Это неплохая идея. Можно прямо с работы дойти до медпункта, сдать кровь, узнать о своем здоровье. Передвижной центр экспресс-тестирования на пару часов расположился прямо на территории предприятия. Так что в одной руке у пациентов справка, а в другой – рабочие инструменты. Они приходят сюда прямо в форме, потому что буквально через мгновение уже вновь готовы приступить к выполнению своих обязанностей. Кровь для экспресс-теста на ВИЧ берется не из вены, как обычно, а из пальца. Так что справку с тени печати в случае отрицательного результата, из красной в случае положительного можно будет получить уже через 15 минут. Главная цель медработников – разъяснить. Красная печать на справке – не приговор. С этим можно жить, и это лечится. В быту ВИЧ не передается. А чтобы защитить себя от вируса, достаточно соблюдать элементарные правила. Если человек верен своему партнеру, не всегда его партнер верен. У нас среди беременных женщин бывает, когда мы обследуем партнера и выявляется ВИЧ-инфекция. Это когда уже поздно профилактировать или что-то сделать для того, чтобы защитить человека от ВИЧ-инфекции. Плюс еще эта акция не только по информированию, но и по формированию отношения к проблеме ВИЧ-инфекции. Все о СПИДе от А до Я сотрудникам завода рассказали и на лекции. Взрослые работающие населения в последнее время стало основной целевой аудиторией подобных мероприятий. Именно за счет старшего поколения в регионе фиксируется прирост процента зараженных. Так что такая корпоративная забота о подопечных – залог здоровья области. Мы беспокоимся всегда не только о благосостоянии наших сотрудников, но и о их здоровье в том числе. У нас проходят профосмотры, медосмотры, реабилитация разных медицинских противопоказаний. Это мероприятие полезно нам для чего? Мы хотим, чтобы наши сотрудники знали о проблеме СПИДа, чтобы они знали, как этого избежать, и тем самым были здоровы и приносили пользу обществу. В регионе на сегодняшний день почти 50 тысяч ВИЧ-инфицированных, и это только выявленные случаи. Тех, кто заражен, но не приходят в больницу, по подсчетам специалистов, в Кузбассе порядка 200 тысяч человек. И, возможно, именно такие акции, когда обнаружить инфекцию можно прямо на работе, помогут говорить о ВИЧ в открытую. Юлия Мельхов, Антон Скомаровский, Новости моего города.